МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Отмена выплат почетным гражданам Сарова". Прошло заседание социального комитета Городской думы. Неуправляемая ватрушка. Как правильно кататься с горки на сноутюбинге? Хороводы, песни и встречи с друзьями. В Доме молодежи прошел праздник для ветеранов города. Далее расскажем обо всем подробно. Почетным гражданам Сарова не будут выплачивать единовременные ежегодные денежные вознаграждения. Это связано с ограничениями, которые были введены Министерством финансов еще в 2018 году. Нарушение соглашения приведет к потере городом дотаций. Этот вопрос вынесен на ближайшее заседание Думы с рекомендацией принять. Заслуженные ветераны Сарова и те, кого награждают почетные грамоты города, уже лишены денежных выплат. Поэтому сейчас в стадии проработки находится вариант все же поощрения заслуженных ветеранов для того, кто награждаем почетной грамотой. В амках представителей Сарова-Кодов мы планируем, как бы вот вручая знаки, грамоты и так далее, вручать памятные подарки. Изменения в существующее положение вносить не потребуется. Еще один вопрос касался проверки контрольно-счетной палаты и спортивной школы ИКАР. КСП нашел нарушение недостатков более чем на 1 миллион рублей. В том числе речь шла о здании ТИРа. Уже несколько лет оно находится в плачевном состоянии и его не используют. При этом содержание проводилось и расходы в размере 670 тысяч рублей являются неэффективными. В 2017 году была составлена проектно-сметная документация на ремонт ТИРа. Реконструкция запланирована на 2020 год. Вернулись народные избранники к обсуждению состояния озера Протяжное. В ноябре этот вопрос уже рассматривали в Городской Думе, а затем направили запрос в администрацию с целью выяснить, какие меры примут для того, чтобы очистить и восстановить водоем. Полученный ответ от Департамента городского хозяйства не устроил депутата Сергея Смирнова. К этому вопросу решено было вернуться на заседание профильного комитета и пригласить на него специалистов ДГХ. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24. С 1 января этого года некоторые региональные социальные пособия проиндексированы на 4%. Это касается в том числе выплат многодетным семьям на питание и проезд детей в общественном транспорте. Внесены изменения в закон о выплатах при рождении первого ребенка. Речь идет о детях, которые родились с 1 января 2018 года. Деньги выплачивали до полутора лет. Теперь пособия будут предоставлять до достижения ребенком трех лет. Если вот ребенок родился с 1 января 2018 года и полтора года ему исполнилось уже в июле 2019 года, и мы выплаты эти прекратили, так вот я обращаю особое внимание, те, кому выплаты прекращены в связи с достижением полутора лет, необходимо обратиться в Управление социальной защиты для выяснения, имеют ли они право для восстановления этих выплат. Выплаты назначают, исходя из дохода. Ранее средства выделяли при условии, что среднедушевой доход семьи за предшествующий обращению год не превышал 15 463 рублей. С 1 января эта сумма составляет 22 496 рублей. Каждый год семьям, получающим эту соцподдержку, нужно подтверждать соответствие критериям. Также произошли изменения, касающиеся выплат на третьего ребенка. При рождении третьего ребенка мы выплачивали пособие в размере 9 009 рублей. А вот с 1 января 2020 года размер этот 9 355 рублей составляет. И также критерием стал доход 22 496 рублей. А до этого это было 30 тысяч. 30 тысяч было у нас, 741 рубль. При рождении или усыновлении четвертого и последующего детей пособие назначат при условии, что ранняя семья этим правом не воспользовалась. Меры социальной поддержки предоставляют со дня обращения. Есть изменения для ветеранов труда и ветеранов труда Нижегородской области. Изменен критерий нуждаемости. Сейчас он составляет 23 736 рублей. Граждане, чей доход ниже этой величины, получат 50-процентную компенсацию при оплате услуг ЖКХ. Это произойдет автоматически. Узнать подробную информацию о выплатах, которые выделяют разным категориям граждан по линии соцзащиты, можно по телефону 98 126. Полностью интервью Натальи Тимченко смотрите в эфире телеканала Саров 24. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, служба новостей Саров, 24. Лето 1941 года Виктор Неконорович, тогда 16-летний мальчишка, запомнил навсегда. В его родном городе Можге в июне праздновался традиционный татарский праздник Сабантуй. Все жители города были на скачках. Но прибывший отряд милиции объявил о тревоге. Началась война. В это же время Виктор вместе с другими ребятами был отправлен на сельскохозяйственные работы. Убирать урожай было некому. Мужчины были призваны на фронт. Параллельно с учебой началась военная подготовка. У нас началась военная подготовка в военкомате с ребятами. Девочки с ними занятия, санитарная подготовка и радиоподготовка. Три наших, ну, мои одноклассницы были призваны в Красную Армию, и они защищали небо Москвы как зеничь. Сразу после школы Виктор Неконорович был отправлен в 3-е ленинградское пехотное училище в город Воткинск. Затем молодого бойца направили на 1-й украинский фронт в 1-ю гвардейскую армию. Это было нелегкое время. На фронт добирались в товарных эшелонах с сеном. Пассажирское сообщение было только до Харькова. При пересадке под деревней Дарницей новобранцы пережили первый удар немецкой авиации. Повезло. Огромные тюки с сеном задержали осколки. В Киеве Виктор Неконорович в последний раз встретился с отцом. Я пришел в казарму, где отец распоролегался. Нашел начальника караула. Ну, проинформировал я, кто, что вот еду на фронт. Он повел меня в здание правительства. Отец стоял с винтовкой на посту. Он его сменил. Ну, вот, примерно 4-5 часов я имел контакты с отцом. За годы войны Виктор Неконорович в составе дивизии был в разных городах и странах. Особенно запомнился ему последний бой под Прагой. Немцы нанесли авиаудар по взводу. Большинство бойцов погибли сразу. Действовать надо было незамедлительно. Ваганов схватил пулемет и выпустил очередь на поражение. Там же, под Прагой, Виктор Неконорович узнал о победе. Девятое мая нас уже в Прагу мы не пустили, потому что уже там все мероприятия проводились. Ну, день солнечный, но примерно уже так, полдвенадцатого вдруг открылась стрельба зенитчиков. Ну, в километре от нас вот находился зенитный полк. Вот он отмечал победу своими зенитными залпами. За бои в Чехословакии Виктор Неконорович награжден вторым орденом Красной Звезды. По итогам боев за Прагу награжден чехословацкой медалью за храбрость. После окончания войны Ваганов продолжил службу на Западной Украине, где участвовал в столкновении с вандеровцами. А в 1951 году приехал в секретный город Арзамас-75, где более 30 лет нес службу по охране стратегических объектов в госкорпорации Росатом и 17 лет в НЕВ в должности старшего инженера гражданской обороны. После выхода в отставку в звание подполковника Виктор Неконорович продолжает активную общественную деятельность. С удовольствием общается с молодежью, участвует в жизни ветеранского сообщества. Юлия Богоносова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. В профессии журналиста Биана Курякина уже 25 лет начинала работать в муниципальной газете и всегда у нее было желание писать на православную тематику. Потребность в церковном СМИ у города есть, считает Биана, так как это значимый сегмент в городской жизни. Церковь должна иметь свою площадку для освещения насущных вопросов. В нашем городе это сайт православных Саров, одноименные газеты и соцсети. Все это создавалось по инициативе женщины. Сайт у нас с 2007 года существует, в обновленном виде в своем нынешнем с 2009 года. С соцсетью занимаюсь пару лет всего последних, а газета у нас с 2011 года. Газета наша «Восемь полос» издается два раза в месяц. Распространяется по приходским храмам в Сарове и в Дивейском районе и по некоторым точкам, где много людей проходит. Это медицинские учреждения, администрация, дом ученых, деловой центр вот туда раскладываем. Православная сфера очень специфична. Чтобы успешно работать, надо владеть терминологией, разбираться в событиях и церковной жизни. Неподготовленный журналист в храме может просто не понять, что происходит, и наделать ошибок в подаче материала. У православного журналиста свое мировоззрение и о церкви он пишет с любовью. То есть не ищет как бы жареных фактов. Православная журналистика в городе начала развиваться в период возрождения храмов. И сайт с газетой своеобразный архивный источник. В нашем городе церковь занимается социальной работой. Это обширный пласт. И все мероприятия освещаются на сайте и в газете. Есть в православном Сарове и обратная связь с читателями. Это происходит в соцсетях. Все интересующие вопросы направляются священникам и затем публикуются. Вот мы пишем как для прихожан так и для людей интересующихся православием. Таких очень много которые может быть не часто бывают в церкви но с интересом следят за событиями. Это множество молодых семей у которых детки они приобщают их к церковной жизни вводят в воскресные школы. В подготовке номеров помогают прихожане. Присылают фотографии и тексты с интересных событий и поездок. Оказывают посильную помощь в издании газеты. Это вдохновляет и мотивирует. Ведь главное для журналистов православного Сарова это создание радости после прочтения. Тема урока математики во втором классе периметр многоугольника. Сначала дети решили задачу а потом учитель Галина Викторовна предложила применить полученные знания на практике. Ребятам нужно было измерить периметр класса чтобы знать сколько купить плинтусов для ремонта. На радость детям это была командная работа. В каждой команде я выдаю орудия труда. Что это за орудия труда? Длина этой линейки 11 метров Именно так вы будете измерять длину и ширину класса. Знания полученные на уроке дети тут же применили на практике. Это проектный подход в обучении. О том, как Галина Викторовна применяет его на уроках она написала в своем эссе участвуя в всероссийском конкурсе «Школа рыбаков фонда». Это обучение в действии в деятельности когда дети проживают то, что они потом с чем они встретятся потом в жизни на уроке и из проектов к нам пришла проблематика потому что любой проект начинается с проблемы с какой-то и на уроке тоже дети встречаются с проблемой. Современные реалии требуют от педагогов применять инновационные технологии в обучении детей. Это залог того, что ученики успешно усвоят материал и смогут потом применить полученные знания в жизни. Метапредметные навыки это универсальные учебные действия это умение учиться это опять то самое что пригодится детям в жизни то, с чем они встречаются в практике. Нельзя учить тому что потом нигде не реализуется. То, чему мы учимся а формируется это через систему упражнений через систему практических заданий обязательно потом нужно включить куда-то в деятельность детей. Например, изучаем мы тему периметр вот пока мы маленькие мы работаем в классе в четвертом классе мы выходим измерять все вокруг школы. Галина Дудина не первая кто участвует от 11 школы в этом конкурсе но первая, кто вошел в число победителей. По словам директора школы участие в конкурсах открывает новые возможности для педагогов. Конкурсы профессионального мастерства это особый уровень учителя это возможность проверить себя на других площадках сравниться с учителями которые имеют большой опыт работы. Имея за плечами 27 лет педагогического стажа Галина Викторовна постоянно учится осваивает новые технологии обучения и делится полученными знаниями со своими коллегами. Елена Грязкова, Константин Островский, Сергей Рябов Служба новостей, САРУ, 24 Само по себе катание с горки благотворно влияет на здоровье человека Поднимаясь в гору он испытывает полезные кардионагрузки тонизирует большое количество мышц и развивает координацию. Чтобы пользы от катания на тюбинках было еще больше нужно соблюдать технику безопасности при спуске. Правила простые Садиться только по одному не связывать ватрушки крепко держаться за ручки. Особенность сноутюбингов или как их еще называют в народе ватрушек в том, что на большой скорости ими совершенно невозможно управлять. Нижняя сторона совершенно гладкая здесь нет выемок и полоте с помощью которых можно было бы изменить траекторию движения затормозить на ней тоже не получится. Закаживающейся мягкостью и упругостью скрывается опасность. При движении с горы тюбинг может развивать скорость до 40 километров в час. Любая неровность на склоне станет трамплином который может отбросить человека тем более ребенка в сторону. Первым делом осмотрите склон. Не поленитесь и спуститесь вниз. Сверху все неровности сливаются и становятся незаметны. Приготовившись к спуску убедитесь, что дорожка свободна. Сотрясение мозга, рваные раны, перелом позвоночника к таким последствиям могут привести катание с горок на ватрушках в необорудованных для этого местах. Для катания детей лучше использовать пологие склоны и ни в коем случае не придавать ускорение тюбингу толкая его вниз. Катание на этих ватрушках они конечно достаточно опасны. И человек когда принимает решение сам прокатиться а еще и с ребенком здесь как бы он должен понимать что травмы бывают достаточно тяжелые. Это начинает черепно-мозговые травмы. Такие ситуации в нашем городе происходили. Эти и другие повреждения чаще всего получают в результате столкновений с деревьями и во время катания на стихийных неподготовленных снежных горках. Их лучше обходить стороной и кататься только на подготовленных трассах. За состоянием горки на лыжной базе постоянно следят специалисты. По возможности конечно укатываем ее бураном. То есть если в прошлом году когда большое количество снега мы могли укатывать ее ретраком выравнивать все бугры неровности то на сегодняшний день пока это только буран и то и очень-очень аккуратно в связи с тем что горка ледяная. Также на этой неделе будут сделаны ступеньки чтобы облегчить подъем на горку. Также на лыжной базе установили специальные щиты с памятками о правилах поведения на горке. Прежде чем решить пойти кататься на надувной ватрушке необходимо серьезно отнестись к выбору трассы. Помните спуск на сноутюбинке с неподготовленных горок может привести к серьезным последствиям. Елена Грецкова Евгений Шевцова Сергей Рябов Служба новостей СОРОВ 24 С каждым годом число участников серафимовских детских и юношеских чтений растет. Интерес к ним проявляют школьники из Москвы Курска Перми. В этом году они представили свои работы посвященные истории России и православия «Жизнь из подвижников церкви и поиск духовных ценностей». Традиционно высоких результатов на чтениях достигли ученики Саровской православной гимназии. В том числе они стали лауреатами первой степени в секции видеороликов. История одного урока творческого коллектива восьмого класса гимназии снята по мотивам рассказов о войне Саровской актрисы Инессы Шевцовой. Ребята вместе с родителями постарались отразить тему, раскрыть тему милосердия. И очень приятно, что ребята обратились к истории нашей страны. В этом году исполняется 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Поэтому ребята связали тему милосердия с историческими событиями нашей страны. И достаточно глубоко раскрыли эту тему. Работа еще одной ученицы Саровской православной гимназии Александра Васляева и ее одноклассников получила спецприз канала 16. Видеоэссе под названием «Элон» посвящено человеческому одиночеству, жизни в мире формальности и порокам, и добродетелям поиску внутренней свободы. Сценарий, по сути, это мой рассказ, который я написала для конкурса еще одного. Моя учительница прочитала его, сказала, что это было бы неплохо снять и весь наш класс просто скооперировался и решил, что это было бы интересно, чем снимать какую-то довольно простую банальную идею. Их работа интернациональна, считает Александра. Эта история может произойти в любой стране мира. Отличительная особенность ролика – название и звуковое сопровождение на английском языке. Когда английский язык уже становится универсальным для всех стран, для всего населения мира. И, по сути, он сейчас уже очень внедрен в нашу речь, в наши мысли, в наше письмо. То есть много слов заменены на более простые английские. И, по сути, в рассказе это также является одной из уже меньших проблем, что английский заменяет наши русские слова, становится на первом плане в жизни людей. Подробнее о том, как проходили юбилейные детские и юношеские чтения, расскажет директор Саровской православной гимнасии в ближайшем выпуске программы «Актуальное интервью» на канале «16». Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. В рамках нацпроекта «Культура» детская школа искусств в этом году получит новые музыкальные инструменты на сумму более 5 миллионов рублей. В список войдут фортепиано, кабинетный рояль, концертная скрипка, вибрафоны, аккордеоны, баяны, саксофоны и гитары. Собственно, все инструменты, по которым мы обучаем в нашей школе искусств и по которым у нас есть предпрофессиональная программа. Также наши методические фонды пополнятся, хоровое отделение, для них будут закуплены хоровые станки, для отделения архитектуры будут закуплены интерактивные доски и нотная литература, нотная литература также по изобразительной грамотности и изобразительному искусству. В этом году детская школа искусств отмечает свое 45-летие. Воспитанники ДШИ постоянно становятся победителями фестивалей конкурсов, в том числе международного уровня. В родном Сарове они принимают участие в различных концертных программах, радуют горожан яркими вокальными и танцевальными номерами, интересными выставками. Новые инструменты дадут толчок к развитию талантов детей. Этим охватится более, я думаю, 400 человек этими инструментами и оборудованием, соответственно. Ну и практически все отделения школы, за исключением общеобразовательных школ, будут пользоваться этими инструментами, которые мы приобретем. Последний раз материально-техническую базу школу обновили в 2018 году благодаря поддержке госкорпорации «Росатом». Новые инструменты появятся в Дыше и до конца этого года. Екатерина Пёнова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. История в Иксунской деревянной игрушке началась в конце XIX – начале XX века. Технологию ее изготовления разработала художница Елизавета Бородачева. В своей мастерской она начала мастерить декоративные панно, инкрустированные шкатулки, блюда. Особой популярностью пользовались яркие расписные игрушки. После революции промысел пришел в упадок. В 30-х годах мастерскую закрыли. Но в XXI веке Бородачевская игрушка возрождается благодаря усилиям выксунской художницы Татьяны Ганиной. Как-то однажды, как она описывает, побывав на выставке народной игрушки в Нижнем Новгороде, в музее, она увлеклась, она задумалась, вернее, ей очень понравилась одна работа – саночки. Были очень интересно сделаны саночки, зимние такие салазки. И она начала расспрашивать, и оказалось, что это все из тех мест, откуда она, собственно, родом. Это выксунская народная игрушка. Особенностью оригинальной Бородачевской игрушки был механизм, который приводил ее в движение. Татьяна Ганина также осваивает эту технику. На выставке в музее можно видеть панно, где показано, как луна сменяет солнце небосклоня и летящего змея Горыныча. Художница не просто копирует игрушки прошлого столетия, она внесла свое видение в этот жанр. С определенной техникой, которая не была свойственна в то время, вот такой немножко реалистичный подход, и вот так выписаны реснички, глазки. Ну и, в общем-то, она немного, конечно, свое авторское внесла, поскольку уже какие-то свои вплетают узоры, видения, сюжеты и различные сказочные какие-то интерпретации. Выставка Бородачевской деревянной игрушки в городском музее продлится до начала февраля. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, В первых числах января воспитанники детской школы искусств номер два побывали на очередном конкурсе. На этот раз они представляли наш город на пятой ассамблее искусств рождественской звезды Кремля. Помимо конкурсного прослужения, в программу входило обсуждение выступлений юных артистов за круглым столом с экспертами. По словам Ирины Оськиной, это был конструктивный разговор на равных. Они, как сказали, что в каждом участнике, в каждом творческом коллективе они должны увидеть потенциал. Потенциал есть у этого ребенка или коллектива или нет? Соответствует он или не соответствует? О чем они потом говорят каждому руководителю, преподавателю? На конкурс ездили восемь вокалистов горницы. По результатам прослушившего номинации «Народный вокал» коллектив стал победителем. В категории «Соло» юные артисты также привезли дипломы лауреатов различных степеней. Второе место заняли Анастасия Забродина и Полина Полшкова. Для обеих девочек это первое конкурсное выступление и самое сложное было справиться с волнением. Когда я вышла на сцену мне стало я как-то вошла в эту песню прожила ее и пыталась ее рассказать и мне это получилось мне кажется. Выступление Полины помогло совладать с собой и Насте Забродиной которая должна была выйти на сцену следом за Полиной с песней как Иванова гости. Снаружи это не было заметно что она волнуется что у нее внутри что-то вообще вот так вот она дрожит и я смотрю и думаю вот как она так делает я же тоже так получается могу но я попыталась Образцовый ансамбль горницы регулярно представляет наш город на конкурсах и фестивалях различного уровня участие в ассамблее стало особенным как для юных вокалистов так и для педагога члены жюри не только оценивали выступления но и давали практические советы Ирине Зидулаевне рекомендовали применять на занятиях упражнения по разгрузке плеч и позвоночника рекомендация больше заниматься над техникой вокальной техникой определенной вокальной техникой и я это услышала и взяла на свое вооружение что я взяла на свое вооружение после победных поездок на конкурсы в фестивале солисты горницы решили сделать передышку и полностью окунуться в образовательный процесс по словам Ирины Оськиной ее ученики должны набираться знаний которые формируют полноценного музыканта вокалиста а также пополнить репертуар новыми композициями Елена Грецкова Евгений Шевцова Сергей Рябов служба новостей Саров 24 душевные беседы с друзьями и коллегами обсуждение последних новостей песни и танцы на городском празднике ветеранов было все главное было весело с приветственными словами к гостям обратился глава города И еще раз еще раз мы говорили говорим и будем говорить вам огромную благодарность за вклад в укрепление обороноспособности нашей страны за независимость нашей страны за могущество нашей страны за те направления которые и сейчас развиваются благодаря вашему труду благодаря вашим достижениям На празднике звучало много теплых слов в адрес ветеранов на сцену один за другим поднимались представители городской думы администрации ядерного центра ветеранских организаций чтобы пожелать пенсионерам беречь свое здоровье и активно участвовать в жизни города Здоровья вам вашему окружению и главное держитесь все вместе любите себя оклянитесь вокруг и поддерживайте друг друга всех облаков концертную программу подготовили творческие коллективы города и ансамбли самодеятельности ветеранских организаций пенсионеры пятого микрорайона порадовали зрителей частушками и хитами советской эстрады Гостями вечера стали более 400 ветеранов города вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой они водили хороводы танцевали и пели песни Елена Грязкова Евгений Шевцова Сергей Рябов служба новостей СОРОВ 24 Это было мое лучшее выступление именно с такой фразой юный гитарист Михаил Бересейко спустился со сцены сразу после того как исполнил перед жюри свою программу и не ошибся на международном конкурсе исполнителя на классической гитаре в своей возрастной группе Михаил занял первое место Я выступал с отрывком из сонаты и ноктюрном Виктора Козлова Соната она очень веселая задорная и мне нравится ее характер а ноктюрн он совсем противоположен сонате и это тоже спокойное произведение мне такие нравятся По словам юного музыканта в его возрастной группе было не так много участников поэтому собраться с мыслями а значит и хорошо выступить было не сложно а вот Ане Гончаровой побороть волнение оказалось непросто как признается девочка она поехала на конкурс в первую очередь для того чтобы послушать игру других и понять к чему ей стремиться Аня не надеялась попасть в число призеров но все равно показала все на что способна как итог второе место Сложно было собраться перед выступлением так как ты знаешь что твоего возраста есть еще дети старше тебя в моей группе было 11-13 лет включительно я сначала очень испугалась потом собралась хорошо сыграла Международный конкурс исполнителей на классической гитаре проходил в Тольятти и был организован Московская ассоциация гитарного искусства и Академия имени Маймонида посвящен Андросу Сеговии Андрос Сеговий это тот кто как бы вывел гитару на на такой международный уровень то есть он показал всем что гитара это очень такой важный инструмент то что он может быть очень ну серьезным на нем можно серьезно учиться играть и играть таких композиторов как Баха это был конкурс высокого уровня что подтверждает состав жюри председатель Томас Мюллер Перинг профессор Академии музыки из Германии остальные члены жюри лауреаты различных престижных международных конкурсов члены Союза композиторов России преподаватели музыкальных училищ и консерваторий одним из тех кто оценивал детские таланты стал Сергей Руднев обладатель звания национальное достояние России именно с его композицией и выступил еще один воспитанник ДШИ номер 2 Егор Борисюк я выступал с выработкой руссконародной песни как у наших оворот Сергея Руднева я считаю что Сергей Руднев выдающийся композитор нашего времени который обрабатывает руссконародные песни мелодии отлично мне очень нравится его обработки конкурс проходил в атмосфере творчества и ярких встреч члены жюри подготовили для ребят большую образовательную программу все они играли детям каждый день играли и мы наслаждались их высоким искусством их высоким мастерством более того все они каждый день занимались детьми давали так называемые мастер-классы и мы тут уже наблюдали их педагогическое искусство это первые победы юных музыкантов в новом году и далеко не последний они вновь готовятся покорять творческие олимпы рождественский турнир по баскетболу среди младших ребят впервые проходил в Сарове на него приехали команды которые уже второй год принимают участие в областных соревнованиях под эгидой поколения Н показывая хорошие результаты то есть это не просто как бы товарищеский турнир это еще приобретение игрового опыта потому что в дальнейшем это наши потенциальные соперники в официальных соревнованиях Саша Гудеменко пять лет занимается баскетболом в спортивной школе ИКАР пару лет назад его команда стала выезжать на различные соревнования за пределы нашего города в январе 2020 года наконец удалось встретиться с соперниками и в родном Сарове в первом матче в рамках рождественского турнира противником баскетболистов ИКАРа стала Мещера из Нижнего Новгорода не такой уж сильный но не такой уж слабый но мы будем биться стараться и чтобы мы их выиграли первая четверть осталась за гостями саровчане проиграли четыре очка но уже во второй четверти воспитанники ИКАРа уверенно выиграли и к большому перерыву ввели четыре очка третий отрезок игры был самым сложным в этот момент ребята не дрогнули самоотдача каждого игрока в защите позволили завершить матч с разницей 10 очков итоговый счет 53-43 победа на Мещере позволила саровчанам выйти в финал рождественского турнира где они встретились с командой из Дзержинска воспитанники ИКАРа уступили натиску более сильного соперника и заняли второе место третье место досталось павловской команде торпеда в планах организаторов из спортивной школы ИКАР сделать этот турнир ежегодным Екатерина Пенова Константин Островский Сергей Рябов служба новостей Саров 24 Редактор субтитров А.Семкин